МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Во святослужбе информации Телерадо компании Гомель в студии працуя Маргарита Котова. Глядите в этом выпуске. Юбилей белорусского классика. Сене исполняется 100 годов дня на рожение нашего знакомитого земляка Ивана Шамякина. Инновации и выноходництва облвыконками узнагородили лепших действий в науке. Гомель идейный в областном центре стартовал первый открытый конкурс городских идей. А сейчас об этом и иншим больше подробно. Новые технологии подрыхтовки молодых специалистов и повышение престижа профессии наставника. Делегат 6-го Усебелорусского народного схода директор Речицкого державного педагогического колледжа Людмила Ягорова каже, что на форуме я ее буду вельми цикавить тема развития системы эдукации. Наши корреспонденты наведали установу. Речицкий педагогичный колледж свою историю отличивая с 1932 года. Правда, у другой полови 50-х в училище закрыли. Но после чернобыльской катастрофы деятельность обновили. У его стенах начали рихтовать специалистов для забрудженных территорий. Сегодня тут навучается коляд 400 человек, которые будут наставниками английской и немецкой мовы, а так само выхователями дошкольных установ. Хоть только профессийные специализации у колледжа не обмяжовываются. Сучасный молодой специалист, кажется, должен быть развитым у Себакова. Больше всего мы гордимся, конечно, достижениями наших учащихся в олимпиадах, в областном этапе. Олимпиады по английскому языку и немецкому языку. В этом году у нас два диплома третьей степени. Мы гордимся нашей спортивной командой, которая ежегодно является участницей команды Гомельской области в республиканских соревнованиях по зимнему и летнему многоборью. На посаде директора Речицкого державного педагогичного колледжа Людмила Ягорова працует 10 годов. Займаться приходится не только организацией непосредственно научального процесса, але и господаршими пытаниями. За термином умоцования материально-техничной базы у першу чергу пошук спонсоров для проведения ремонту и непосредной организации самих ремонтных работ. Директор каже, что имкнется выкористовывать бюджетные сродки на ГТМЭТы по минимуму. Коллеги стверждают, профессионализм и опыт керувника дозволяя установить находиться у лекулепших. Мы постоянно развиваемся, никогда не стоим на месте, совершенствуемся, двигаемся вперед. И большая заслуга в этом нашего директора Людмилы Анатольевны. Это инициативный руководитель. Она очень целенаправленно, взвешенно и достаточно мудро решает все сложные вопросы. Людмила Ягорова каже, что на форуме ее будет вельми цикавить тема развития системы адукации, причем уносить коррективы сегодня необходимо по некоторых накерунках. У тем же педагогичным колледже прием ведется только по конкурсу посвященню о базовой адукации. У вынику чего на бюджетные места могут трапить наученцы, которые профессионально выучают замежные мовы, не сдольные. А причем того, больше уваги необходимо давать психологичные подрыхтовцы наставников. Не допускать конфликтов с наученцами и их батьками, зараз это вельми актуальная проблема. Сегодня важно, чтобы все вопросы, все диалоги, которые спорные вопросы, могли бы решиться здесь, внутри учебного заведения. Поэтому сегодня очень востребовано такой центр в школе, в любом учебном заведении, как центр медиации. Это центр, где учат выходить из конфликта. Мы сегодня стремимся к тому, чтобы мы умели вести диалог. Любое обучение, любое воспитание всегда начинается с диалога. Мы должны услышать, чего хочет учащийся, и должны помочь ему достичь того, чего он хочет. Но главное, он должен об этом сказать. Олег Синцюров, Максим Савин, Евген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель» с Речицым. У опошнюю неделю студени традиционно означается День белорусской науки. До этой подеи у Гомельскими облвыконками промерковали урошисты сходы и узнагороджение выдатных действий у науки. На доходящие святые шеи распад крысливая роль у новуковцев и инноваций в развитии громадства. При этом сегодня до науковой деятельности мают дошенение не только специализованные институты, но и все вышедшие научные установы. Только в нашем регионе это тысячи человек, которые занимаются соправдой за потребованной справой. За свои доследования и выноходницы 21 талиновитый ученый отримал гоноровые грамоты, подзеки и премии. Сейчас мы вводим ультразвуковое исследование легких, которое действительно безопасно поможет пациентам поставить диагноз интертициальных поражений, изменений в легких при COVID-19 инфекции. И пациенты получат возможность не переоблучаться, и мы можем их смотреть динамически, контролировать. И эффективность очень высокая этой методики. Поэтому, конечно же, на нашу службу возлагаются тоже большие надежды, и мы, в свою очередь, очень много трудимся. Потримка фундаментальной и прикладной науки – это один из векторов развития державной политики. Например, в минулом году на развитие вытворчих или новых лабораторий инновационный фонд Гомельского Абл-ВКНКМа накировал 3 миллиона рублей. Все лето финансование выделят на лабораторию в медицинском университете, коля 850 тысяч рублей, и еще коля 700 тысяч на поддержку сельгазмашинобудовництва и металлургии. Кто-то в лаборатории придумает технологию, кто-то на практике ее внедрит. Жизнь не стоит на месте. Научно-технический прогресс движется семимильными шагами, поэтому нашим ученым предстоит много решать и текучие пятилетки вопросов. В первую очередь, это суперконденсаторы. Для того, чтобы мало создать, скажем, электромобиль или это грузовой электромобиль, вопрос накопителя, который должен заряжаться очень быстро, по аналогии, как заливается дизельное либо автомобильное топливо в бак. Населенный пункт юбилейный, что в Гомельском районе, заявленный на удел в республиканском конкурсе на звание лепшего белорусского поселка. В уголе новый выгляд, а в прошлые годы отрамали многие везки и поселки, которые обрамляются областный центр. Марина Северянова с подробностями. Приезжаем в юбилейный. Поселок конкурсант с устреками новыми домами, просторными дворами, множеством гульнявых и спортивных пляцовок. Напрыгаре населенный пункт неподобный, больше нагадывая один из гомельских микрорайонов. Решей до областного центра Атюль рукой подать. Он очень активно застраивается. Это не то, что было 10 лет назад. Расскажите, пожалуйста, что построено? Какие перспективы здесь еще есть? Здесь я вам скажу, он уже застроен полностью жилыми домами. Здесь осталось только в перспективе детский сад. Ну, со временем мы его тоже построим. Сегодня 37 тысяч квадратных метров здесь жилья построено. 670 квартир. Видите, квартиры... Это за сколько времени? Это за пятилетку мою построили. За пятилетку. Ну, дома разные. Здесь вот этот дом последний мы ввели. Это для многодетных семей 36-ти квартирный дом. Два дома там, это арендное жилье. Два дома впереди, которые построены за счет китайских инвестиций. Социальное жилье. И плюс не только здесь жилье, здесь построены спортивные сооружения. Дальше мы там площадку посмотрим с мини-футбольным полем, с искусственной травой. Здесь в каждом дворе обустроены малые формы, тренажеры. Вот при сдаче последнего дома для внодетных райисполком за счет спонсорской помощи построены здесь вот детские такие площадки. Але сучасный выгляд мое не только юбилейный. Многие населенные пункты, которые находятся вокруг Гомеля, за опошнях, где просто расквитнели. Это Уридская, вот юбилейный, Новая Гута. Вот такие дома прекрасные. Кстати, здесь впервые мы применили поквартирное индивидуальное отопление во всех микрорайонах. Вне зависимости от центрального отопления, то есть каждая квартира, свой газовый котелок имеется в каждой квартире, и человек пользуется им круглый год. Когда протягнуть тему плюсов автономности отопления и вогуля сказать об новинках у этого накеронка, то приклада леп, чем у поселка Большевик, не знайсти. Туда мы и накерывались. Этот электродом был сдаден летось. Здесь происходит нагрев воды для системы отопления с помощью двух котлов, которые расположены в той части. Здесь вот этот котел для приготовления горячей воды. Вот эти четыре емкости для хранения. На выходе с котельницы устрекаем будущего новоселлах этого дома. Лилия 40 годов прожила в бараку, пока лягонь не признали непридатным. И жильцам пропоновали переехать в арендный дом. Семьи Лилии выделили трехпокаевую квартиру. Все соседи мои, соседи, всех мы знаем, которые переходят в этот дом, все довольны. Уже некоторые прямо уже сидят на чемоданах. Предвкушение. Да, да. Вот мои соседки, я знаю, что она там уже собрала всю мебель, сложили сыновья, и она уже ждет, когда получит ключи. Цены за аренду символичные. От 16 рублей за однушку до 30 за трехпокаевую квартиру. Очень большие квартиры. Вы говорите, трешка 80 квадратных метров. Я почему-то думала, что арендное жилье, оно такое компактное, малогабаритное. Я вот прям приятно удивлена. Ну, как я ранее говорил в этом доме, 50% у трехкомнатных квартир, двух вариантов, там порядка 80 квадратов, плюс-минус несколько. Вот мы находимся в одной из них. На полу ламинат тоже отечественного производства, удачной расцветки. Выполнены работы качественно, и потолочные поверхности. Все замечательно, я так думаю. Но будут какие-то вопросы, все по гарантии. Тут же у большевиков у мая плануют почать будовництво еще одного электродома. А квартиры у ГТ новобудовли с индивидуальными двухконтурными котлами. 31-40 квартир социальные. Остатние для людей, которые имеют потребу в поляпшении жильевых умов. Такая же высотка с газовым оттеплением худко з'явится побачь. Зараз идут торги, а у лютым почнется будовництво. Про инши планы по развитию инфраструктуры Гомельского района, перспективные будовничьи рашенни, новые микрорайоны мы расскажем о программе «Великая будовля». Глядите на телеканале «Беларусь-4 Гомель» 31-го студия. У 19.01.45 хвилин. Марина Северьянова, Сергей Лакошук, телерадио-компания «Гомель» с Гомельского района. Другого лютого член Совета Республики национального сходу Беларуси Феликс Яшко проведет особистый прием граждан. Он будет проходить с 14 до 15 годин. По передней записи житовляется, что день до 1 лютого Уклюшна у працонные дни с 9 до 13 годин и с 14 до 18. Телефоновать треба по номеру 802-32-79-20-60. Прием будет проводиться по улице Интернациональной, 30. Супротепидемичные мероприемства в громадском транспорте обмерковали у Гомеля подчас круглого стола. На мероприемства запросили керавников организации перевозчиков. Порушений в этой сфере стало меньше. В 2020-м Держсан Нагляд выявлял недопроцовки на каждом другом объекте. У студии не лишь бы снизились до 18%. Сирот основных порушений – игнорование кондукторами сродков индивидуальной обороны. Особливая увага о процессе салона у транспортных сродков. Меж тем пассажиры сами повинны так само думать про свою беспеку. Основной недостаток в салонах общественного транспорта – это не всегда использование гражданами средств индивидуальной защиты, в частности масок. Особенно это актуально в час пик, когда народу в салонах автобусов, троллейбусов и маршрутных такси много. Народ стоит очень близко. Дистанцирование, вот это профилактическое, социальное, в виде полтора метров не выполняется. Соответственно, единственное средство защиты – это маска для наших граждан в салонах общественного транспорта. Супротепидемичные меры и потребования прописаны в законодавстве, как им эффективно кироваться, выправлять недохопы и робить громадский транспорт максимально беспечным и обмерковывали на посержении. В начале года по инициативе профсоюза Гомельской области стартовала доброчная акция «До поможем детям». В рамках мероприемства старшиня Гомельского областного объединения профсоюза Алексей Неверов урушил грошовый сертификат на сумму 8 тысяч белорусских рублев областной детяшей клиничной больницы. Мета-проекта – поддержка тех, кто пребывает на стационарном лечении у больницы детей-сирот и детей-инвалидов, которые застались без опеки батьков. Зная проблему медицинского учреждения в обслуживании детей, именно средствами индивидуальной защиты, гигиеническими средствами, принято было решение, все обкомы, вне зависимости от отрасли, мы изыскали средства. И вот в районе 8 тысяч перечислено на детскую больницу для того, чтобы деткам была вот такая помощь с нашей стороны. Это не первая, но и не последняя помощь. Мы будем обязательно сотрудничать. И я думаю, что дети – это то богатство, которое у нас есть, и в зависимости от того, это наши дети или чужие, они дети нашей страны, и это святое. Юбилей классика. Сегодня исполняется 100 годов с дня нарожения народного письменника Беларуси и нашего земляка Ивана Шамякина. За 60 годов яготворшего шляху вышли в свет 130 книг письменника «Агульным таражом» с выше 25 миллионов особников. Сиротых романа «Крыницы», «Сердце на долоне», «Снежные зимы», «Возьму твой боль» и «Пентология тревожное счастье», присвеченная не годом войны. Яготворы переведены большим на 30 инших мол. Помер Иван Петрович Шамякин у 2004 годе. У память объему и агородной вёссы карма Добрышского района у 2006 годе установлены бюст письменника, а яго имя присвоена Мазырскому педагичному университету. У гонор-классика беларуской литературы союз письменников провел конкурс «Семья, основа шастя и кахання». На яго было представлено больше за 130 эсей замалёвок практически из всех регионов Беларуси. Особливо активными были жихары Гомельщины. До юбилейной даты во всех библиотеках региону прошли тематичные выставы и литературные встречи. А наша Телерадо-компания заробила специальный выпуск программы «Добрый вечер, Гомель». Подрахтовка сценария дозволила высветлить новые цікавые факты биографии письменника. Докладно мы доведалися, в яким технікуме вучился Иван Петрович Шамякин. Бо усе интернет-крыницы падают вучился, скончил Гомельский технікум будовничих материалов. Нема такого технікума, шукала шмат дзе. Это индустриально-будовничий технікум, будинок захавался, однако вядома, что у него уже нема никакого технікума. Это тут неподалеку на Кирове. И там ранее было, ну кто памятает, в училище речников. Убачить выпуск программы «Добрый вечер, Гомель», присвеченный Ивану Шамякину, можно на нашем сайте. Первый открытый конкурс городских идей «Гомель-идейный» стартовал областным центром. И он присвеченный Дню города, який будет означаться в веростни. Мета-конкурсу актуализировать знаковые для культуры Гомеля месты, паддей и людей. Удельничать могут полнолетние горожане, юридичные особы, коллективы и организации. Продуклижено неколькі секции для оценки идей. Наприклад, дизайн, локальные пляцовки, творчость, городские легенды. Давно назревала эта идея, и она, в принципе, на поверхности лежала, когда уже была подготовка к прошлому Дню города. Мы столкнулись с тем, что хотелось бы новых каких-то ярких идей, в том числе, знаете, много общаясь с людьми. И слышал, что есть интересные проекты, интересные те идеи, которые можно было реализовать бы у нас в городе. Первый этап конкурса протягнется до 22-го соковика. Свои заявки гомельшане могут дослать на электронную пошту Архкомитета, яку вы зараз бачите на своих экранах. Так само необходимо дослать презентацию проекта, рассказать о перевагах пропануемой идеи. Другие этапы подуглеживают публичную презентацию проекта, у яку пройдут попередний отбор, и он пройдет с другого по 12-го красовика. Найбольшие циковые проекты будут удельничать у открытым онлайн-голосований с 15-го по 30-го красовика, яку и вызнашить переможцам. Гомельская областная организация «Червоного крыжа» подяковала волонтерам, які допомагали людям в пунктах обогреву паша студенских морозов. На протягу 5 дней яны дежурили в палатышном мини-лагере, сустракали и кормили людей без певного места жихарства и инших грамадян, які потерпели у вынику экстремально низких температур. Дякуши, гэтаму отрымалось обогреть амаль 500 человек. Каля 50-ти скорысталися макшымастью на шлегу у морозной ночи. Кожный волонтер, який был заденешен у зимовой операции, отрымал падяку и сувенир. Я никогда не думал, что такое случится в моей жизни, что я буду там стоять, я буду помогать людям. И первый раз, когда видел женщину в возрасте, по ней было видно, что она замерзла, и она бы никуда не дошла сама. Она бы, скорее всего, погибла, и когда мы оказывали эту помощь, я просто преисполнился в себе. И я понимал, что я должен там быть, поэтому на морозы, то, что ночью, то все было не страшно, я должен был помогать. Что я там должен был быть, я был на своем месте. Всего за время нашей операции мы задействовали 49 выходов волонтеров. Это значит, некоторые волонтеры один раз вышли, некоторые волонтеры два-три раза. У нас доходили выходы волонтеров до пяти раз за пять суток. То есть считайте, что человек где-то либо дежурил 12 часов, это в две смены был, либо он просто каждый день нас посещал. Есть волонтеры, которые три ночи подряд дежурили и проводили время в палатке, смотрели за порядком и согревали людей. Выставочный проект «За Амани парк» открылся у картины галереи Гаурила Вашенки. На им представлена приватная коллекция могилевского нумизмата Вадиса Красовского. Экспозиция уявляет собой симбиоз живельного света и грошовых одинок. У галереи пропонуют поглядеть на их подыншим в углом. Выставочный проект демонструет не только мастаскость грошовых знаков, а лень осеу себе познавальную мету. Оригинальный формат уявляет собой нестандартный зоопарк, текавый как дорослым, так и детям. Я вообще художник, живу тем, что я рисую, создаю, творю. А это как бы мое увлечение с детства. Я увлекался коллекционированием монет, мумизматикой. Ну и в какой-то момент я решил определенную тему выбрать, то есть это животное. И так как я еще раз говорю, творческий человек, я художник, я хотел показать эту выставку немножко под другим, ну деньги под другим углом. То, что их в живой природе, скажем, фотографировал монеты. И тем самым хотел привлечь внимание людей к образу животных на монетах. Коллекция Вадзиса Красовского наличила больше за 400 одинок. На выставе Гомеле проставлена коля 100. Яны знайомець глядашоу с разностайностью монетного света, где каждый экспонат – это не только номинал и ерб, но и некая пригожая живела. Это и инши новины. Информацию о проектах Толярадо компании Гомеле вы можете знайсти на нашем сайте в интернете по адресе www.tvrgomel.by. На этом выпуск завершенный. Усяго доброго и до встречи в эфире.